Мы начинаем работу над курсом, который буду читать вам я в течение двух семестров. Это не значит, что мы не будем встречаться в иных местах и по иным поводам. Курс называется «Основы теории и практики телевизионной журналистики». Так он у вас обозначен в расписании, так он обозначен в разработке на нашем факультете федерального государственного образовательного стандарта телевидения, по которому вы первые начинаете как бакалавра заниматься. И никто, кроме вашей стороне, по этому стандарту, нами разработанному и утвержденному весной этого года, еще не занимался. Курс, который я буду читать «Основы теории и практики телевизионной журналистики» является частью курса моего более обширного, который называется «Курс лекции «Основы теории и практики современной русской журналистики». Есть учебник, я надеюсь, вам известный, вышедший в 2004 году, вот он перед вами, он есть в нашей библиотеке в каком-то количестве. Значительная часть того, о чем я буду говорить, содержится в этом учебнике. Структура курса, лекционная, по главам, по лекциям, содержится в этом учебнике. Этот учебник писался тогда, когда я преподавал, как приходящий профессор на факультете международной журналистики в МГИМО. Телевизионных журналистов там не готовили, телевизионщиков там не готовили в тот момент. Естественно, я ориентировался при написании этого учебника на основе чтения своих лекций на этом факультете, в первую очередь на классическую журналистику, на прессу, хотя о телевидении здесь многое тоже написано. Есть второе издание этой книги, оно в еще большем количестве содержится, имеется в нашей библиотеке. Оно менее удачно, не по моей вине, текст там тот же самый. К сожалению, издательство экономит бумагу, как это часто сейчас бывает, экономит в своих интересах, а не в интересах потребителя, не на том, на чем нужно. Они выбросили, не поставив меня в известность, отсюда именной указатель, предметный указатель, тематический указатель, что несколько затрудняет работу с этой книгой, но тексты там и там идентичны. Сегодня я постараюсь рассказать о том, о самом принципиальном, что находится в первой, второй и третьей лекциях данного курса, то есть до лекции четвертой. Журналистское телевидение, это первое, о чем мы сегодня поговорим. Второе, о чем я постараюсь успеть сегодня, и точно успею рассказать, это, собственно, о журналистике. Зачем вообще ее изучать? Кстати, не только журналистам бы. Ну и это иногда делается, потому что социологи, политологи, в смысле те, кто обучается по этим дисциплинам на соответствующих факультетах, они так или иначе о средствах массовой информации говорят, им рассказывают, и они на эти темы сами рассуждают. И третье, мы поговорим о журналистике как таковой, и, собственно, начнем говорить о сути этой профессии, пока в сжатом виде начальном. И в частности, я вам расскажу о двух, на мой взгляд, это я так обозначаю, двух парадоксах журналистики, которые в себе сосредоточивают вот эту квинтэссенцию этой профессии, в ее современном существовании. Зачем нужно знать нечто о чем больше, тем лучше о журналистике, если ты работаешь на телевидении? Начнем с того, что если вы, опять же, начинаете чувствовать себя потихоньку, понемножку, но с каждым разом все больше и больше профессионалом, телевизионным профессионалом, профессиональным телевизиончиком, то вы теперь и телевидение должны смотреть профессиональным взглядом. Не просто мне понравилось, не понравилось, это интересно, неинтересно. Вы должны фиксировать, в чем удача этой передачи, этого сериала, как работает режиссер, как работает оператор, ну и так далее. Вот если таким глазом взглянуть на современное телевидение, возьмем самые распространенные его, широко известные каналы, это, прежде всего, федеральные каналы, каждый плюс к этому смотрит так называемые нишевые какие-то каналы, особенно те, у кого есть тарелки, спутниковые и прочее, через интернет там многое можно смотреть. Наверняка, значительная часть из вас портит себе вкус и тратит свое время на просмотр всяких MTV и MuzTV и что-то там еще. Есть же, водится за вами такой грех. Обращаю вашу мнение на то, что вот если ты смотришь на одну вещь, лучшее в твоем вкусе, то, что родители, природа, школа, если это книги, которые ты читал, музеи, в которые ты хотел, уже тебе привилось, оно развивается. А если ты смотришь другие картинки, другие фотографии, другие передачи, другие каналы, то то, что у тебя было хорошее с точки зрения вкуса, оно постепенно затухает, развивается нечто другое. Это называется дурной вкус. Для вас очень важно. Вы сейчас этого не чувствуете. В какой-то момент вы почувствуете и пожалеете, если почувствуете, что у вас что-то изменилось, и пожалеете, если это изменилось в худшую сторону, в сторону этой самой дурной вкусицы. Возунг нашего факультета, как вы знаете, сделал телевидение лучше. Предполагается и с точки зрения этого смысла. Я нет демократа в стране больше, чем я. Либерала, может быть, больше либерала есть, но вот тоже некоторыми грехами либерализма я страдаю. Плюс сама атмосфера такая. Поэтому я вам не собираюсь ничего запрещать. Понятное дело, что за эту запретку, как раз, не соблюдайте. Но я вам советую, когда вы эти методы подумайте о том, что вы смотрите, начиная с сегодняшнего дня. И нужно ли вам смотреть то, что вы смотрели до сих пор. А если нужно, кстати, можно самый дурной, дурновкусный канал смотреть. То есть, опять же, ты смотришь его как профессионал, почему они это показывают, почему они это снимают, почему они это показывают, почему в такой форме, они это показывают. Вот если в активе происходит аналитическая работа, тогда и порнографические каналы не бесполезно посмотреть. Ну, понятное дело, если ты не настолько увлекся, чтобы уже ничем не способен заниматься. Так вот, естественно, в основном, в паре полимеров, которые будут приводить на этих лекциях, будут фигурируют полимеры из федеральных каналов, постнациональный охват аудитории. Все мы так или иначе их смотрим. И, соответственно, то, что происходит, нам более всего известно. Так вот, взгляд непрофессионала, вернее, ответ непрофессионала, скажем так, на вопрос. А кто работает на телевидении? Он черной писк, скажем, журналистом. А теперь вы, как профессионалы, посмотрите на сетку вещами в газете, в журнале. Ну, и идеальный вариант просто посмотреть суточную программу вещания данного канала от начала до конца. И вы увидите, что журналистики на телевидении очень мало. Это, безусловно, не большая часть эфира. Это, безусловно, не половина эфира. Я не производил никогда подсчетов. Надеюсь, когда-нибудь на нашем факультете возникнет студенческая социологическая группа, которая займется, пока она не возникла, которая займется изучением из этой страны проблем телевидения. Но, по моим прикидкам, не более 10-15% того, что проходит в эфир, является журналистской на телевидении. Вопрос тогда, а зачем читать лекции о журналистике, изучать журналистику на телевизионном факультете, если это всего 15%? Ну, создайте группу. 15% от поступивших студентов, вот это будет группа будущих телевизионных журналистов. Это непрофессиональный ответ на поставленный вопрос. Для чего возникли средства массовой информации, первоначальной газеты? Для того, чтобы развлекать? Нет. Для того, чтобы порнографические или эротические клипы показывать? Нет. Ну, тогда еще не показывали, картинки, допустим. Нет. Журналистика, средства массовой информации, первоначальный виде газет, по разным источникам, по-разному. Одни считают, что все-таки первая газета появилась в Италии, в Венеции, по-моему, другие утверждают, что это там 615 год, 1615 год. И в Вене, в точном смысле слова, появилась первая газета. Но в любом случае, это журналистика, мы еще об этом потом поговорим, в современном точном понимании появилась для того, чтобы информировать. первоначально там во всяких торговых, экономических новостях, ну и в дальнейшем к этому добавилась политика, общественные проблемы, и многое другое. Все остальное наросло на этом шампуре. Да, мясо вкусное на шампуре, но если у вас нет шампура, то вы не сможете пожарить мясо, она упадет в уголь и сгорит. Итак, журналистика является тем шампуром, тем стержнем, на котором построены все современные средства массовой информации, включая даже такие, чуть не употребил приличные, но грубое слово, включая даже такие издания, как те, что ныне называются гламурными. Как ни странно, и там есть журналистика, или, по крайней мере, квази-журналистика, подделка под журналистику. Информационное вещание составляет основу современного телевидения. Как строится сетка вещания? От того, что когда показать эротику, а когда политическую дискуссию между Зюгановым и Путиным, нет. Что наиболее точно фиксируется в программе любого канала? Новостные выпуски, то есть журналистка, в чистом виде. Шагом, как правило, в три часа. От этого строится все остальное. Да, есть проблема рейтинга, прайм-тайм, тут больше смотрят, сюда можно больше запихнуть рекламу, это принесет большего дохода. Но свято, может быть, 9 часов вечера является самым смотрибельным, наверняка, потому что собирается аудитория уже традиционно, к телевизионным приемникам, для того, чтобы посмотреть программу «Время». И, может быть, периодически на Первом канале возникает дискуссия. А зачем программу «Время» показывать в 9 часов? Собралось там 50 миллионов человек, поскольку они уже многие годы, десятилетия, их родители собирались в это время перед экраном телевизора. Давайте там зарядим на полчаса рекламных роликов. Представьте, какие деньги получим. Но ведь этого же не происходит. еще в дальнейшем мы об этом поговорим. Итак, информационное вещание, а следовательно, журналистика является стержем и основой всех полноценных, полномасштабных телевизионных каналов, даже если они занимаются только своей тематикой. На этих же самых музыкальных каналах все равно присутствуют некие новостные выпуски, музыкальные новости, как бы они там назывались. Ну, конечно, не с такой частотой, но тем не менее. Первое. Второе. Я уже немножко начал об этом говорить. Можно долго спорить. Вот некоторые телевизионные передачи, в которых, наверное, и вам предстоит работать, но помимо тех, кто, собственно, захочет пойти в телевизионную журналистику. Вот, например, сейчас очень популярные стали все, что касается человека во всех его физиологических ипостасях. Программы кулинарные всюду. как одно время пришли там и все. На всех каналах есть теперь одна-две своих кулинарных программы. Значит, в прошлом или позапрошлом сезоне тот, кто много ест, да и вообще это свойственно для человека, он много болеет. Пришли медицинские программы. Сначала на одном канале, потом на втором. Сейчас все каналы обзавелись людьми в белых халатах. Они ходят, обсуждают, как ставить клизму, иногда до неприличия доходят, что тебя обсуждают, особенно с утра. Ты завтракаешь, а тебе рассказывают такие вещи. Это же, но это так, я не знаю, когда вы завтракаете, но когда я завтракаю, мне часто портит аппетит, а я профессиональный, у меня телевизоры во всех комнатах, они постоянно работают. так я должен жить, и как журналист я давно уже так живу. Наши эмоции мы сейчас отбрасываем, у нас мы подходим научно к этой проблеме, максимально научно, насколько наукой является журналистика, об этом мы еще поговорим, насколько наукой является телевидение и искусство, об этом мы тоже поговорим. Не существует теория телевидения в России. Вот появились эти передачи семейные, где людей знакомят, тоже не совсем пристойно, всегда считалось сводничество, есть даже такое слово в русском языке, но теперь сводничеством занимаются на экране телевизора. И вот все, что касается потребления, какая колбаса более тухлая, это, это, или это, значит, там собираются эксперты, покупатели обсуждают. Это журналистика или нет? Ну вот если бы на журфаках людей готовили к тому, чтобы обучали, к тому, что он потом будет там 10 лет своей профессиональной жизни рассказывать с экрана телевизора, какая колбаса лучше пахнет, то, ну я так понимаю, там половина первокурсников застрелились бы сразу. Поэтому, конечно, о колбасе не говорят. Но приходишь туда, и тебе приходится этим заниматься. Там присутствуют приемы, методы работы журналиста. Ток-шоу, возьмите любое ток-шоу. Самое знаменитое, громкое, все мечтают, Андрей Малахов. Он очень сильно вырос за годы, которые работают в этом и предшествующее шоу. Начинал он в Добром Утре на Первом Канале, где часть из вас окажется на практике, так или иначе, потому что мы давно сотрудничаем. С первого года работы факультета мы в частности с этой программой сотрудничаем. Откуда, кстати, и вышли вот эти колбасные передачи. Очень сильно вырос, безусловно, при том, что сама передача остается, ну, выжителенная и для многих тем не менее остается весьма проблемной с точки зрения, ну, например, моей, но сейчас не об этом. Там же используется, даже если речь идет о всяких там поп-звездах и вот этих скандалах, кто у кого увел продюсера или наоборот продюсер там кого-то у другого продюсера увел, сколько у них внебрачных детей, почему они их бросили, почему они их не кормят, не поют и многого другого. Интервью, пусть короткую, он же берет по ходу дела. Ну, в общем, там присутствует журналистика. Если вы взглянете на остальные передачи, которые не являются в чистом виде журналистской на телевидении, вы увидите, что фактически всюду механизмы, методы работы журналистов присутствуют. Почему? Да потому, что это публичное действие, это показ, это работа на публику. Но если ты вывел человека на публику, он что может? Либо он спряжет, станцует, перекувырнется, ну, отрежет себе ухо там и скажет, что никто этого в мире не делал, но даже после этого ему нужно задать какой-то вопрос, нужно сказать, кто он такой, как он дошел до жизни, такой, что отрезает уши, занесен в книгу рекордов Гиннесса, при том, что у него к каждому следующему представлению почему-то вновь образуются два уха, откуда берется, но... Значит, вот предшествие, рассказ о том, кто он был до этого, это есть сборник, информация, ну, нечто, вот вроде там в советское время можно даже было бы назвать гордым словом, гордым термином, очерк о человеке. По ходу этого представления, значит, ему задают вопросы, вот интервью, ну, и так далее. Есть более сложные методы журналистской работы, возникшие, собственно, на телевидении, об этом мы обязательно поговорим, когда будем говорить о моей теории жанров, и как я ее вижу, и какие жанры сегодня существуют, в частности, на телевидении. Ну, и сказанного достаточно, чтобы понять, информационные выпуски, информационно-аналитические программы, еженедельные, бывает ежемесячные, серьезные политические ток-шоу, там, в значительной степени на 90, на 100%, на 95,5% можно отнести к журналистике. Но и в иных во всех передачах, ну, кроме там «Спокойной ночи, малыши», ну, строго говоря, ведущие беседуют с этими двумя персонажами, я давно не смотрю эту передачу по понятным причинам, вы, наверное, смотрели в детстве, которое от вас ближе ваше детство, чем от меня, беседуют вот с этими двумя, или там сколько их, персонажами, кукольными. Ну, тогда и всякая беседа тоже может быть интервью. Это, кстати, об этом мы тоже поговорим. Но если отбросить такие примеры, то и рассказы о том, какая колбаса лучше, расследование, журналистское расследование о том, какая колбаса лучше, в принципе, не отличается от журналистского расследования, кто убил президента Кеннеди. Ответ на вопрос, сказать, так и не получен до сих пор, хотя тому уже там почти полвека. Но методы примерно одни и те же. Просто для более простой задачи, естественно, меньше их число используется и в сокращенном виде. Итак, это вторая причина, почему всем нужно работать в телевидении, знать, что такое журналистика и ориентироваться, хорошо ориентироваться в эту профессию. Третья причина. все работающие на телевидении, вот опять же, когда люди приступают к этому или думают о том, как бы хорошо мне работать на телевидении, я мечтаю работать на телевидении, все представляют эту профессию как максимально публичную, для себя лично. вот первое утверждение неправильно, а второе неправильно. Да, это максимально публичная профессия, в этом смысле схожая с актерской профессией, с профессией политиков, но не для тебя лично. Абсолютное большинство работающих на телевидении людей вообще никогда не появляется на экране телевизора. Более того, вы даже не знаете абсолютное большинство журналистов, которые работают на телевидении. Это не операторы, которые стоят за камерами, журналисты вроде бы. Назовите меня. Если я сейчас попрошу, не будем тратить на это время, хотя бы потому, что у меня очевидны ваши ответы. Если я сейчас попрошу назвать телевизионных журналистов, во-первых, вы будете среди журналистов называть не совсем журналистов, путаясь здесь, как непрофессионалы пока, как неполные профессионалы. А во-вторых, список имен, кто его назовете, мне хорошо известен. И где-нибудь там на десятой фамилии наступит глубокая пауза, через пять минут вспомнит кто-нибудь еще, кого-нибудь одного, и все. Но уже не десять же журналистов работает на нашем телевидении, на филиальных каналах. Почему вы не помните их фамилии? Об этом мы поговорим дальше и сегодня. Я просто к тому, что в принципе максимально публичная профессия. Ты работаешь на публику для широкой публики и в ее глазах. Одновременно абсолютное большинство тех, кто работает в этой профессии, анонимны. Вообще профессии журналисты Кирзи Зеленчика анонимны. Раньше некоторые журналистские конторы в Советском Союзе любили называть могилой неизвестного журналиста. Это, как правило, относилось к некоторым информационным агентствам. Понятно, информации проходят, короткие заметки, иногда даже не подписываются, а подписываются агентством. И кто читает фамилии под информационными заметками, под большими статьями, вот там еще. Вот. Парадоксно это так. Телевидение это могила неизвестного телезиончика, братская могила. 95% там работающих, они в этой могиле живут. А известные Малахов, Познер, Ургант. Ургант журналист или не журналист? Некоторые времена назад, в прошлом трезионном сезоне, по-моему, ведя одну из своих многочисленных передач со своим другом, соратником ЦК Иван Ургант получил из зала вопрос, вернее, не вопрос, там задавалось одной из многочисленных поклонниц, сидящих там был задан ему какой-то вопрос, причем в вопросе эта девушка назвала Урганта журналистом. Ну, там было что-то такое, вот, вы как журналист там что-то сделали, скажи, вы как журналист. лицо Урганта исказилось гримасой недовольства и брезгливости. Он даже повернулся к ЦК и сказал Саша его что-то Саша, ты журналист? Ты понял, что нас назвали журналистами? То есть вот для Урганта, и он это предмастерил, журналист это нечто настолько более низменное, чем то, чем занимается он на телевидении. Чему даже неприятно, что даже сидящая в этой аудитории на его передаче и видимо безусловно, кто ходит на передачу Урганта? Вряд ли слушатели философских факультетов Московского государства и университета. Скорее всего вот эти фанатки поклонницы даже из уст такой яро-ярусной поклонницы неприятно слышать, что его назвали журналистом. Насколько произведенная профессия в сравнении с профессией шоумена. Мы об этом еще поговорим. Кто такие ведущие современных ток-шоу и как их называли в советское время? Называли мосовик-затейник и в каждом парке культуры каждого более-менее приличного города был такой мосовик-затейник. На эту тему некоторые фильмы советские сняты. Получали гроши. Профессия была такая. Журналисты районной газеты в этом городке в сравнении с мосовиком-затейником из парка культуры и отдыха этого городка президент США в сравнении не хочется оскорблять другие страны с районным начальником того же самого района города о котором идет речь. В мире многое перевернулось. То, что раньше было презренно, теперь вознесено на пьедестал, в том числе и денежный. Очень почетное звание журналист было, телевизионный журналист, поскольку больше известности в сауну, у того, у кого его получил. Можно и в газете получить известность общенациональной, а можно всю жизнь на телевидении поработать, даже журналистом, у тебя никто не будет знать, кроме мамы, папы и твоих детей, ну и соседей по площадке, которым ты и так надоел, они тебя еще иногда в экране телевизора видят. Да, вот мосовики-затейники стали миллионерами и шоуменами и смотрят на журналистов свысока. А что же они пользуются методами работы журналистов, задаю вопрос. Так, воздух, в эфир пока, потом мы на него ответим. А потому что у них нет своих методов. Все, что у них есть, это позаимствовано из нашей профессии. Не потому что она такая замечательная, потому что просто она универсальна, потому что она для этого предназначена, потому что ей эти методы свойственны по определению, по ее сути. Ашут, Балагор, ну вот эти точно существовали всегда. Говорят, что журналистка вторая древнейшая профессия, это ложь. Она не может быть вторая древнейшая профессия. Журналистка в точном понимании этого слова возникла как минимум, вернее, как максимум после изобретения печатного станка. Нет печатного станка, нет газеты. До телевидения еще нужно было дожить до 20 века, начала 20 века. Вот. Как же может быть журналистка второй древнейшей профессии? А вот шут, или по нынешнему шоумен, не исключаю, что это вторая древнейшая профессия. Там еще нужно посчитать, прикинуть, но уж точно древнее во всех смыслах. А журналистки, тем не менее, большим почетом сегодня пользуются. Так кого знает публика сегодня из телевизионных людей? Шоумена в первую очередь. И как бы произведено они относились к журналистике, ее методами они пользуются, потому что у них своих нет. И в этом смысле она тоже там присутствует. И последнее, что здесь нужно сказать, зачем еще нужно знать журналистику. Об этом чуть подробнее сейчас расскажу, но принцип очень простой. Одни утверждают, что мы уже находимся в системе медиократии, то есть управления миром в одной варианте этой теории с помощью медиа, но это практически уже не нуждается даже доказательств, либо даже больше, сами медиа управляют миром. Мы поговорим о деталях этих концепций при наших встречах, но так или иначе, если то, что нами управляет, называется медиа, то есть средства массовой информации, в ином варианте средства коммуникации, терминологические споры долго идут, но так или иначе все равно это журналистика, даже если публично этим не объявлено таковой, то значит это нужно знать, это вам нужно знать как людям публичной профессии, как людям профессии, которые зависят от изменений в жизни общества. Был советский период, одни ругают, другие хвалят, там было много очень хорошего, было много и плохого, но журналисты находились в определенных условиях, официальная цензура даже была, сейчас поменялось, не советский период, антисоветский период, вообще непонятно какой период, но во всяком случае много поменялось, в том числе работа журналистов, но это же поменялось и для всего общества, а если эти изменения происходят через медиа или даже медиа в варианте «хвост крутит собакой», когда то, что показывается на картинке, сначала предназначалось для обмана аудитории, а потом сами политики стали смотреть в эту картинку, которую они по их заказу сделали журналисты, и они уже сами обманываются, что в значительной степени мы видели по мере войны в Ливии летом вот этого года, в котором мы еще живем, так и не закончившийся, сколько раз объявляли, что все закончилось, и показывали, все, нет Каддафи, убит, дети все убиты, бежал, исчез, вот, все продолжается. Итак, как вообще всем гражданам, но все граждане не могут обучаться на входе этих телевидений, но тем, которые будут работать в этой публичной сфере и зависеть от политики, вам нужно знать, как она действует во взаимодействии с журналистикой и как журналистика работает для того, чтобы всем этим управлять или все это менять. Вообще журналистская профессия очень мифологизирована. Вот я смею утверждать, что Курск, кто я читаю, и это отложено в учебнике, о котором я вам говорил, отличается от других, что я пытаюсь в меру своих сил рассказывать правду о журналистской профессии и всем, что с ней связано, включая телевидение. Я знаю слабость у журналистки, я знаю ее доблести. Я очень люблю эту профессию, это моя профессия, благодаря ей я живу, я всю жизнь этим занимаюсь. в печати, в газетах, на телевидении, в интернете, на радио, где только я там не выступал, где только не вел разные программы, что-то гнил. Вот и более все я не терплю, когда одни люди, особенно журналисты, рвут на серубаху и говорят, мы самые грязные, мы самые бесчестные, мы самые продажные. Мы должны любить свою профессию, несмотря на ее слабости, недостатки. Любую, не важно, в какой вы будете работать. Но не менее, на мой взгляд, нетерпимо, особенно, когда это передается молодежь, в следующем поколении, в следующем профессиональном поколении, когда тебе сразу надевают розовые очки и говорят, вот здесь свобода слова, вот этот священный дворец. И вот нужно действовать так, как там написано на скрижалях, укрепленных на стенах этого дворца. А если вы действуете не так, вы мерзавцы, вы продажные, вы такие высекие. И есть, есть страны, где именно так действуют журналисты. Это, конечно, не Россия. Потом вы приходите в реальную жизнь, в реальную реальную работу, и у вас дворец рушится на ваших глазах. Потом вы заезжаете в другую из кону, не в Россию. И там этот дворец рушится на ваших глазах, хотя в учебнике написано «Свобода слова, не тронь, свобода печати, не прикоснись, говори правду, только правду, ничего, кроме правды». Нет журналистов, которые говорят правду, только правду, ничего, кроме правды. Ложь вообще есть часть правды. Вы пока только зафиксируйте в своем сознании это утверждение. Ложь есть часть правды. Потом поразмышляете над этим, на досуге. Если не поразмышляете, то при наших встречах мы дойдем и до этой темы. Журналист, который утверждает, что он никогда не лгал, лжет вам прямо сейчас и с этой трибуны. И у меня меньше всего доверия к этому журналисту, когда он не будет рассказывать о чем-то другом. Тем более, когда он будет рассказывать это широкой аудитории. Итак, к этой профессии, как и многим другим, об этой нужно относиться максимально честно. Для чего? Для того, чтобы ориентироваться, ну, честно, потому что вообще это лучше. Ну, отбросим этические для того, чтобы ориентироваться в ней. Вы должны знать все сложности этой профессии, ну, и все то, что она может вам дать, реально, а в случае успеха и даже больше того. Вы должны знать ее слабости, очевидно, негативные черты, элементы и механизмы, с которыми вам придется столкнуться. И не упасть нужно при этом в обморок. Ах, меня так в университете не учили. Ах, какой ужас, я пришла сюда, а тут свободу слова зажимают. Нет такого издания в мире, нет такого телевизионного канала, такой редакции, где вы не зажимали по свободу слова. Мы можем изучить с вами, точнее говоря, я должен вам дать метод вот этого замера того, где, насколько эту свободу слова искажают, зажимают. Но верхом глупости, цинизма и неполичен на мой взгляд является, особенно студентом с академической трибуны, с университетской трибуны, бубнить, что вот есть страны, где есть свобода слова, а вот есть страны, где ее нет. И приготовьтесь тому. Мы еще обо всем этом поговорим. Трезвые отношения честные к своей профессии, особенно в профессиональном кругу. Не все нужно выносить на публику, не нужно каяться в грехах своих профессий без нужды выходить на трибуны как телевизма. Все журналисты продажные. Журналистика вот это вторая удивляющая профессия. Когда какой-нибудь журналист такое говорит, я прежде всего думаю о нем. Свои собственные грехи он пытается приложить на всю профессию. Ну и повторяю, и наоборот. Мы самые честные, мы никогда не врем. Политики продажные, а мы честные. В стране, где продажна политика, не может быть абсолютно честной и журналистика. Они слиты сегодня. Вот уж точно близнецы братья или близнецы сестры. Политика и журналистика. А где политика неманипулируема? Говорят, что в Швейцарии. Утверждаю, что это не так. Был в Швейцарии, знаю, что там происходит. Но сейчас мы не о Швейцарии. честный подход к телевизионным профессиям, ну и к журлисткам в том числе, он еще чем хорош. Вы максимально научаетесь владеть инструментом. Если вам говорят, что этот топор тупой, а вы начинаете рубить, думая, что он тупой, дрова, но заодно свою ногу, не оберегаясь, ну он вроде бы не очень, ну вот значит разрубите себе ногу. Сказать вам, что топор острый, не притрагив всех к нему, не дай бог, вы просто оставитесь без дров. Вот нужно сказать, что топор острый, и можно рубить дрова, при этом нужно быть осторожным, существуют такие опасности. Вот я за такой подход вообще ко всему и к нашей профессии в частности. Тогда вы лучше других владеете топором, понятное дело, тогда вы знаете, когда на вас идут с топором, когда конкуренты, возьмем ситуацию в коллективе, это же конкурентная профессия. Я утрирую все такие примеры, не все с топорами друг на друга в телевизионных студиях бросаются, хотя и такое бывает, ну может без топоров, но страсти кипят нешуточные, тем более, что ставки часто велики. Вот, но вы знаете, что это за оружие, не привлечиваете его опасность, но и не поменьшаете ее. Вот это конкурентное, то есть умение, вы знаете свою профессию, вы можете отстоять ее, следом, собственное достоинство, чтобы на вас шоумены не смотрели презрительно, и чтобы вы могли этим инструментом сами пользоваться максимально эффективно для себя, для общества, желательно работать не только для себя, и для общества, для интересов страны, нации, общества, там в целом, ну, кого как вы воспринимаете. Так вот, этот трезвый подход, помимо всего прочего, заставляет меня утверждать две вещи, которые являются парадоксальными. Не только эти две вещи, но и все. Начну со второй, это я еще называю вторым парадоксом журналистики. Журналистика это очень простая профессия, но очень важная, особенно, почему она и возникла, мы говорим, в этих газетах в начале 16 века. Изобретение Гутенбергом печатного станка 1450 год. То есть, вот, журналистка не древнее 1450 года, но даже еще моложе. Но не журналисты изобрели печатный станок, не журналисты изобрели интернет, телевидение. Это делались совсем другие люди, вообще не гуманитарии. Даже ручку, паршивую ручку, вот, которая лежит у вас на столах, это не журналисты изобрели. А что изобрели журналисты? Чем занимаются журналисты, задаю вам вопрос, на который некоторые, кто, возможно, читал, а есть, попадаются такие, что они первокурсники, там еще в школе мой учебник, могут дать ответы. Чем занимаются журналисты? И как в жизни мы называем таких людей, которые занимаются тем же самым, чем журналисты, не получая при этом денег? Вопрос? Вот сейчас можно дать ответ. У вас нет ответа? у вас, вы хотели меня что-то, у меня что-то спросить, нет? Нет, так, нет, это нет, это занимается информацией, ответ неправильный, среди вас такие тоже есть, но они есть в любом коллективе. Эти люди называются сплетники. Сплетники. Собрать информацию и передать ее другим. Некоторые делают это даже честнее, меньше искажают, чем журналисты. Но то, что вся бульварная пресса, и пресса, и средства массовой информации электронные, то есть, включая телевидение, это сплетники в чистом виде, они даже этого не скрывают. Вот, понимаете, парадокс? Дом большой, и там две-три женщины, иногда бывают, к сожалению, такие мужчины, и они вот разносят всю информацию по дому, кстати, часто полезную. Что-то придумают, чтобы не придумывают. Не требуют ничего. Эти, занимаясь тем же самым, и даже хуже, потому что больше искажают, больше врут, меньше проверяют, требуют денег, славы и красного Бентли. Разве это справедливо? А вот почему происходит так, что сплетник это не журналист, а сплетник, работающий на телевидении, это журналист. Ему общество верит. Почему она его считает важной статусной фигурой, а к этому сплетнику в доме вы с произведением относитесь, если даже получаете от него вполне необходимую вам точную информацию. Журналист, неважно, на каком канале он работает, он имеет статус общественный. Чем этот статус закреплен? Мы поговорим отдельно. он имеет статус не только образования, мы об этом поговорим. Целой системой документов можно получить образование журналистское, но не работать. Журналистки можно не получить, но работать. В смысле, да, корочка, принадлежность к некой редакции, так скажем. Об этом мы еще поговорим. Итак, в данном случае почему я вспомнил о сплетниках и о том, что журналисты работая с телекамерами, интернетами, космическими системами, связи сейчас и бог знает чем ничего этого не изобрели. Это все сделали другие люди, которые часто страдают от их журналистов. Журналисты даже не могут часто редакцию свою построить в виде стенки арпичных. Мой любимый пример, который каждый может проверить, если у него желание, вернее, пример, кто я придумал, эта книга содержится, 100 журналистов за приех на год в комнату к армии и паи никогда не сделают самолет, который взлетит. Никогда. 100 авиаконструкторов, инженеров авиаконструкторов за год сидений в комнате, да они 25 газет сделают, не то, что одну. И она будет, не исключая, что она будет интереснее, что она из выходящих. И телепередачу сделают, легко. Итак, очень простая профессия, дальше будем об этом говорить, очень простая профессия, сплетник, подбежал, услышал, перебежал на другое место, рассказал, все. Очень простая профессия, является крайне важной, потому что большинство населения земного шара сегодня, во всех странах нашей трансатлантической, трансевразийской, европейской, пока еще остающейся христианской цивилизации, неважно, кто во что верует конкретно, она получает информацию о значимых для нее событиях, помимо то, что родственники, иногда и родственников узнаешь из газет, только через средства массовой информации. Очень простая профессия, но очень важная. Вот это нужно почувствовать. И все усложнение, накрутка исходит из того, что важная профессия, которую довольно легко овладеть, в принципе, но тут есть сложности. вот когда несовпадение такое важности на одном конце и простоты на другом, происходит завышенная самооценка, когда журналисты думают, что они управляют миром, они управляют политику, дальше об этом говорим. Но факт остается фактом, это парадокс, профессия простая, но важнейшая и очень сильно влияющая, очень сильно, дальше можно сравнивать с политикой, с остальным, на состояние положения жизни общества. И второй парадокс, я на этом завершаю, он у меня в книге обозначен как первый, фактически мы его немного коснулись, я уже коснулся в своем разговоре, в своем рассказе сегодня. Парадокс состоит в том, с одной стороны журналистика это, я называю по-разному, здравый смысл общества, из-за другой аспекта. Журналисты присяжные и поверенные общества, то есть поверенные в делах, которым общество доверяет, а они дали присягу блюсти интересы общества. Ну, в общем-то, журналистика с помощью журналистов, журналистики в целом общество говорит, говорит власть поддержащим элитам, правящему классу, другим частям общества, что она хочет. То есть предельно демократический институт, такой же демократический, как выборы, когда ты голосуешь, прямые выборы, и вот избирают, отбрасываем моменты фальсификации, манипуляции. То есть максимально демократический институт журналистика и вроде бы по природе своей максимально демократический, но парадокс состоит в том, что поскольку журналистка, средства массовой информации, а в них работают журналисты, не только, но вот костяк, охватывают все общество, то нет другого инструмента или почти нет другого, более эффективного инструмента управлять обществом, чем с помощью этих средств массовой информации. Вот парадокс журналистики первый, на мой взгляд, состоит в том, что с помощью самого демократического института, который себя таковым и считает и который отчасти так и действует в интересах общества, происходит управление и даже манипуляция этим обществом. Это так видно на работе телевидения, это так заметно, вот если вглядеться. Ну, далее мы будем обо всем этом говорить более подробно. на данный момент лекция закончилась. Спасибо. 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 .